Да, благодарю. Добрый вечер еще раз все слушатели. Сегодня у нас неформальное такое мероприятие. Называется оно у нас семинар. Напомню, хотя все вы записывались, конечно, знаете о чем он будет. Напомню на всякий случай просто, что в нашем центре проходит целый цикл таких семинаров. Они доступны всем, они для наших выпускников, для тех, кто собирается приходить к нам на курсы и в принципе всем, всех заинтересованных, кому тема интернет-маркетинга близка, интересно. И этот цикл посвящен различным видам интернет-маркетинга. Интернет-маркетинга, кстати, сразу хочу поправиться, извиниться, потому что по-русски правильнее говорить по одному, по-английски это говорится по-другому. В общем, сейчас нету стаканенного какого-то единого понимания, как это произносить, поэтому я буду иногда так, иногда так это делать. Еще раз прошу прощения. Итак, тема наших семинаров это интернет-маркетинг во всем его разнообразии. Я не случайно выбрал такую заставку для нашего сегодняшнего мероприятия, где перечислены, обозначены все виды интернет-маркетинга. Среди них сегодня мы займемся только одним, отдельным. У нас был до этого семинар по SEO. Мы там касались всех аспектов продвижения в области SEO с точки зрения именно обзора. Конечно, естественно, что наш семинар это обзорный, и его задача, возможно, для кого-то из наших слушателей немножко четче сформулировать, о чем каждый из этих видов. Для кого-то ответить на вопросы, которые, возможно, у вас появятся, кстати, задавайте их в чате, пишите. Я обязательно буду на них отвечать, я их вижу. И, соответственно, сегодня мы перейдем от SEO к другому направлению. Называться оно будет у нас «Контекстная реклама», но очень тесно с этим термином пересекается термин SEM. И вот мы как раз попробуем разобраться с тем, что же это такое, как же это правильно называть, почему контекстная реклама – это, в общем-то, не совсем корректное название для вида продвижения, ну и так далее и тому подобное. Меня зовут Яков Михайлович Васин, фамилия моя, и я работаю в нашем центре уже 7 лет. И, соответственно, преподаю курсы по интернет-маркетингу, это мое основное призвание, моя основная специальность. До этого я работал в разных организациях, подробнее можно обо мне просчитать на сайте самого специалиста. Здесь есть мои сертификации, которые помогают мне вести в рамках нашего центра различного рода курсы, в том числе курсы по контекстной рекламе, которые мы как раз будем рассматривать, и множество-множество других вещей. Кому будет, опять же, интересно, могут поподробнее познакомиться с этой информацией на сайте самого специалиста. И сразу, чтобы не уходить в сторону, пару слов еще об организации. Мы здесь будем с вами до 18.45, у нас небольшой один академический час. Я постараюсь в рамках этого часа максимально охватить тему контекстной рекламы в том смысле, что это такое в интернет-маркетинге, что это за его часть, чему она посвящена, какие у нее особенности, какие у нее есть специфические понятия, возможно, и некоторые другие вещи, которые связаны с этим термином. Итак, как вы видите по картинке, в частности, интернет-маркетинг – это довольно большое дерево из различного вида направлений. Мы сейчас коснемся самого термина для начала контекстной рекламы, для того, чтобы потом дать определение тому, что же это такое. Дело в том, что в русскоязычной и в англоязычной, скажем так, литературе, практике применения эти понятия несколько расходятся. То есть то, что у нас называют контекстной рекламой, на Западе называется совершенно по-другому, и поэтому есть очень серьезная большая путаница в терминологии. Само понятие контекстной рекламы, чему посвящено наше сегодняшнее мероприятие, вообще, по сути дела, обозначает метод или способ размещения рекламы. То есть это размещение рекламы на основе таргетинга на контекст. На контекст кого? На контекст пользователя. Что такое контекст пользователя? Контекст пользователя – это его сфера интересов, это его цели, это его задачи, это его мотивы. Почему он пришел в интернет? Если мы говорим про интернет-рекламу, то в данном случае мы говорим про интернет. Соответственно, контекст пользователя мы можем определить как. Если, еще раз повторюсь, контекст пользователя – это значит, что сейчас, в настоящий момент, этого пользователя интересует, волнует, зачем он пришел в интернет, какие у него цели, может быть, у него нет никаких целей, наоборот, просто время убить или еще что-то. Как этот контекст определить? Сделать это мы можем несколькими способами. Основных из них два. Первый из них называется запрос поисковый. И возможен он только в одном случае, если пользователь заходит в поисковую систему какую-то и набирает в ней какой-то запрос. В этом случае он прямо формулирует сам свой интерес и значит свой контекст. И с этого момента, как только мы определили контекст пользователя на основе его запроса, мы можем разместить рекламу на той площадке, на которой он находится, с таргетингом на его контекст. Таргетинг – это фундаментальное ключевое понятие рекламы и в данном случае оно означает нацеливание, нацеливание рекламы на контекст пользователя. Таким образом, любая реклама, которая размещается на основе таргетинга на контекст пользователя, может быть названа контекстной рекламой. Это, если разбираться в терминологии. Соответственно, у нас же, я имею в виду в Рунете, сформировалось такое понимание, как контекстная реклама, как один из видов рекламы. И на самом деле его тесно путают с понятием SEM или Search Engine Marketing. И вот как раз об этом я и хотел поговорить. Вообще, на самом деле, понятие контекстная реклама, оно более узкое, действительно, оно более узкое по сравнению с широким, одним из основных ответвлений интернет-маркетинга. Мы видим с вами это понятие на картинке, SEM, означает мероприятие, направленное на достижение каких-то маркетинговых целей в поисковых системах. То есть средствами площадок поисковых систем. Только принципиальное отличие SEM от SEO, как вы видите, отличаются они всего лишь одной буковкой, заключается в том, что если мы говорим про продвижение наших страниц сайтов в результатах поисковой выдачи, в органике так называемой, то мы будем заниматься именно SEO. Поскольку поисковая система, в настоящий момент любая поисковая выдача состоит из двух основных блоков. Это блок, собственно говоря, органики и это блок рекламы. Давайте попробуем посмотреть это на примере какого-нибудь поискового сервиса, мало кому известного, например, вот такого. Если я сейчас здесь наберу какой-нибудь запрос, что-нибудь, например, купить, допустим, то я увижу следующее, что я воспользовался поисковым сервисом, этот поисковый сервис сформировал мне выдачу в результате моего поискового запроса. По моему поисковому запросу поисковая машина смогла определить контекст, в данном случае мой контекст, я хочу купить беговые лыжи. То есть контекст меня как пользователя понятен. Это наиболее надежный метод, как я уже говорил, существует и второй метод определения контекста, но сейчас мы его пока не будем рассматривать, в той связи, что контекстная реклама несколько в сторонке находится от того, к чему относятся другие виды определения контекста пользователя. Так вот, в данном случае машина сформировала мне рекламные блоки, которые она показывает на основании, собственно говоря, рекламных объявлений, которые через специальный инструмент, который называется в данном случае Google Ads, потому что здесь мы находимся с вами на поисковом сервисе Google, и любое размещение рекламы в этом поисковом сервисе происходит через аффилированный, связанный с Google сервис, который называется Google Ads. Это отдельный сервис совершенно, отдельная площадка, отдельная платформа, очень большая по функциональным возможностям, через которую рекламодатели размещают рекламные объявления. Вот мы, собственно говоря, и видим здесь сейчас три рекламных объявления, и только потом, после них мы видим блоки, которые называются органик выдачи. И в данном случае, если мы говорим про SEO, то это мероприятие продвижения именно вот в этой области, в области органик выдачи, органической или естественной поисковой выдачи. Мы в рамках нашего сегодняшнего мероприятия эту тему как раз рассматривать не будем. Она была рассмотрена раньше на сайте специалиста, можно найти видеозапись, насколько я знаю, по нашему предыдущему семинару. Здесь, в верхнем блоке, вот именно он нас и будет интересовать, находятся рекламные объявления. Все мероприятия, связанные с размещением рекламы в поисковых сервисах по запросам, собственно и называются Search Engine Marketing, в отличие от SEO. Так вот они разделяются. Кстати, в результатах выдачи поисковой машины рекламные блоки находятся не только вверху, они могут находиться внизу. Сейчас они могут находиться в поисковой машине Яндекс, например, и в середине выдачи, и кроме того чередоваться с органической выдачей. В общем, их местонахождение сейчас не обязательно локализуется в одном конкретном месте, но точно сопровождается надписью «реклама». Реклама говорит нам о том, что этот блок относится как раз ко всему, что связано с продвижением в поисковых машин, кроме органики. Естественно, что в поиске встречаются не только блоки рекламные, текстовые, которые сейчас мы видим. В поиске могут находиться и другие рекламные блоки, например, если мы попробуем тот же запрос в другой поисковой системе, одной из лидирующих в Рунете, то мы можем увидеть здесь блоки выдачи маркета, например, как вот сейчас, мы можем увидеть блоки с видео, вставки, мы можем и другие элементы увидеть. Часто блоки с картинками попадают в выдачу по таким запросам. Причем, обратите внимание, что в обоих поисковых системах, которые я сейчас использовал, эти блоки, они находятся в самом верху, занимают самую основную видимую часть экрана. В данном примере на Яндексе они занимают вообще всю основную видимую часть экрана. В Гугле они несколько покомпактнее, но во всяком случае по данному запросу, хотя в реальности по различным запросам количество этих блоков может быть различное, зависит от массы факторов. Но, тем не менее, они имеют тенденцию занимать самые высокие позиции, основные, самые видимые, и как следствие, чем характеризуются эти блоки? Они собирают максимум кликов, они собирают максимум внимания аудитории, которая набирала тот или иной запрос, а значит, они могут привести тем рекламодателям, которые размещаются в этих блоках, максимум трафика. Трафик – это то, ради чего вообще маркетинг, собственно говоря, и функционирует, и реализуется. Таким образом, к чему мы приходим, что понятие Search Engine Marketing, оно в себя включает любые мероприятия по продвижению, направленные на получение трафика из результатов выдачи поисковой машины, но без органик-выдачи, без учета органик-выдачи. То есть, ни в Google, ни в Яндексе органик-выдачи, то есть, блоки, которые начинаются вот отсюда, вот этот, например, блок, кстати, вы видите, что здесь у нас еще один рекламный блок появился, потом опять идет органическая выдача, потом еще один блок специфической выдачи и так далее. То есть, еще потом один рекламный блок, вот он наблюдается. То есть, все, что размещается в поисковой выдаче не на основе алгоритма функционирования органик-поиска, это мы будем относить к категории Search Engine Marketing. То есть, мероприятия, направленных, повторюсь, еще раз на продвижение интернет-ресурсов на получение трафика из поисковой выдачи, но только минуя органическую. И вот как раз здесь, в рамках этого понятия, то есть, это более корректное понятие, когда мы хотим сказать обо всех видах специфических, видах деятельности по привлечению трафика в поиске, кроме SEO, мы должны это называть SEM7 или как-то еще по-другому. Но у нас прижилось понятие контекстная реклама. Дело в том, что действительно, чаще всего реклама, которую мы видим в этих рекламных блоках поисковых машин, она как раз размещается по принципу контекста, по таргетингу на контекст пользователя, а в данном случае на его запрос. То есть, правильно говорить, что это контекстная реклама, но как вид продвижения, как вид интернет-маркетинга, мы это должны выделять в отдельное направление Search Engine Marketing. Что вообще попадает в эту категорию? Помимо контекстных блоков, мы можем видеть в результатах поисковой выдачи и другие элементы. Сейчас попробую продемонстрировать что-нибудь типа агентства. Ошибка авторизации. Прекрасно. Можно я не буду авторизовываться? К сожалению, Яндекс не дает мне показать. Вот сейчас мы видим на фоне Яндекс.Карты, без которых... Вот опять, сори, я не знаю, что сделать с этим чудесным блоком, но на заднем плане, на заднем фоне мы видим с вами прекрасный блок, который тоже является рекламным, мы видим здесь дать объявление, и это баннер. То есть, в поисковой выдаче могут располагаться не только текстовые рекламные объявления, как вот на примере этих, но также там могут располагаться и медийные форматы. И здесь мы приходим к следующему. Реклама, как один из видов интернет-маркетинга, это два основных, основных опять же, их не ограничивает, реклама не ограничивается ими только, но тем не менее, это, собственно, текстовые рекламные объявления, и это медийные форматы. То есть, в англоязычной литературе это называется перформанс и, соответственно, дисплей-маркетинг. То есть, это еще два направления, которые существуют внутри вот этого нашего большого движения S&M. В чем отличие? В том, что текстовые рекламные объявления, они чаще всего используются для продаж, то есть для того, чтобы привлечь трафик аудиторию, которая будет что-то покупать, готова воспользоваться услугой какой-то или приобрести товар. Медийные форматы, они, соответственно, преследуют другую цель, поскольку баннерный формат – это графический формат объявления, он чаще всего нужен для того, чтобы увеличить узнаваемость, популярность нашего бренда, нашей марки, нашего товара, организации и так далее. То есть, это, по сути, продвижение, брендовое продвижение. Вот в гугле я не вижу аналогичных примеров, не могу показать, потому что есть другой формат у них, это продвижение на карту. Но, тем не менее, в направлении S&M мы должны выделить два отдельных вида рекламы. Это, собственно, контекстная текстовая реклама и это медийная реклама. В наших курсах мы подробно разбираем каждый из этих видов отдельно и они рассматриваются самостоятельно. У нас для каждого из них есть свои специфические занятия. Но сразу хотелось бы сказать, что вообще в направлении S&M выделяют три основные тренда, три основных цели, три основных направления интернет-маркетолог обязан владеть каждым из них. Первый из них называется он «Формирование спроса». Вот как раз медийные форматы, медийная реклама, вот как раз тот самый пример, который я вам все пытаюсь показать, но, к сожалению, который у меня закрыт, вот здесь на заднем фоне мы видим с вами. Это как раз дисплей-маркетинг и это медийная реклама, ее главная задача – формировать спрос. То есть формировать узнаваемость бренда, товара и формировать спрос. Второе направление движения, второй вид S&M – это у нас реализация спроса, то есть продажа. То есть это перформанс-маркетинг. Соответственно, его задача – это продать, предложить посетителям поисковых машин какие-то конкретные товары, услуги и на основе вашего предложения, соответственно, получить трафик. Вот это у нас пример как раз реализации. В основном для этих задач используются прямые текстовые сообщения, прямые текстовые месседжи. И они как раз наиболее эффективны, потому что здесь можно указать условия вашего предложения, цены, сроки и массу других вещей, которые интересуют того человека, который, собственно, решил приобрести что-то или какую-то услугу получить и так далее. И третья функция. Называется она ремаркетинг или ремаркетинг, опять же, на разных языках по-разному. В чем задача именно этого направления? Это поддержание спроса. То есть если первый у нас – это формирование спроса, второй – это реализация спроса, то третий – это у нас поддержание спроса. То есть поддержание спроса – это у нас, соответственно, задача, которая требует чего? Ту аудиторию, которая уже пришла к нам на сайт, благодаря дисплею маркетингу или перформанс маркетингу, мы ее должны удержать, с одной стороны. С другой стороны, если они что-то не приобрели, хотя были у нас на сайте, мы им можем сделать дополнительное предложение в виде дисконтов каких-то, кросс-сейла, апсейла и массы других интересных вещей, и привлечь их заново, повторно к нам на сайт для того, чтобы что-то им дополнительное еще предложить. Новый каталог, новые товары, новые услуги и так далее. Таким образом, вот эти три задачи – это сейчас три кита, на которых стоит SEM. И в рамках, соответственно, каждой из поисковых систем существуют инструменты, которые позволяют все эти три задачи реализовать. Здесь я не могу обойтись без рассмотрения самих инструментов, с помощью которых происходит это размещение. Давайте я хотя бы открою сами эти сервисы. У Google этот сервис называется Google Ads. У Яндекса этот сервис называется Яндекс.Директ. У Google раньше он назывался AdWords. Многим этот термин, это название знакомо, и даже сейчас до сих пор чаще всего по инерции этот сервис от Google называют именно так. Но, тем не менее, будем использовать сейчас актуальную терминологию. В русском переводе это называется Google реклама, по-английски это Google Ads. У Яндекса, как я уже сказал, это Яндекс.Директ. Вот две платформы, которые, соответственно, есть у двух основных игроков на нашем рынке. А вы знаете, что Яндекс и Google – это два самых основных игрока. Их доли сейчас на рынке очень спорно. Эта цифра, разные источники по-разному эту цифру трактуют и называют ее. Но, по сути, практически можно говорить смело, что их доли примерно выровнялись. То есть где-то около 50% поискового рынка и поисковой аудитории обрабатывает Яндекс, где-то приблизительно 50%. Google чуть поменьше, потому что еще есть игрок Mail на рынке. Его доля совсем незначительная, около 7%. Ну и некоторые другие еще игроки, я думаю, вы знаете, такие как Bing, такие как Yahoo, например. Тот же, например, в конце концов, Sputnik наш отечественный. И некоторые другие поисковые сервисы. Ну, их доля совсем незначительная, она там меньше 1%. Поэтому вот, в общем-то, два основных лидера уже давно определились – это Яндекс и Google. Спасибо. Мне Екатерина подсказывает, что убрать вот эту вот ахинею можно, щелкнув вот сюда в правый уголок, даже несмотря на то, что там нету крестика. Я сейчас попробую произвести эти манипуляции. Ну вот, к сожалению, пытаюсь, но попытки мне не удаются. Благодарим Яндекс. Итак, что хотелось бы сказать об этих двух системах. Яндекс.Директ и Google Ads, сервисы, которые появились приблизительно в одно и то же время, и в настоящий момент для поисковой машины Яндекс, Яндекс.Директ – это основной поставщик финансовых средств. То есть 98% доходов, которые получает Яндекс от своих всех сервисов, Яндекс.Такси, Яндекс.Еда и так далее – это именно Директ. У Google ситуация несколько чуть другая, но похожая. То есть большую-большую ревиную долю доходов в Google также составляют доходы, которые получают они от рекламодателей через Google Ads. В чем, собственно, разница между этими системами? Ну, понятно, что Яндекс.Директ ориентируется на показы рекламных объявлений в Яндексе, Google в Google. Но кроме этого, у них есть еще и масса других особенностей, которые сейчас в рамках нашего оставшегося времени мы в полном объеме не рассмотрим. Но мне бы хотелось сказать следующее, что в освоении Директ, конечно, проще. Если я владелец какого-то бизнеса и я хочу использовать онлайн-инструменты для привлечения трафика на свой сайт, а значит, получения каких-то клиентов, то с точки зрения именно скорости запуска, освоения у Яндекс.Директа интерфейс попроще. Сейчас мы находимся в таком переходном этапе, ну, точнее, мы, я имею в виду рекламодателей, те, кто работают с Яндекс.Директом, потому что у Директа сейчас одновременно работают два интерфейса. Один из них так называемый, условно, старый, на самом деле, он текущий, актуальный, и один из них новый. Новый интерфейс они тестируют уже около шести месяцев, и очень-очень серьезные изменения все еще происходят. Буквально два дня назад они выкатили новые апдейты, там очень серьезные изменения появились. И, ну, наверное, пока, во всяком случае, в Яндексе официально говорят, что еще проект, процесс тестирования нового интерфейса может продолжаться, и сколько неизвестно. Так что мы можем еще и полгода ждать, когда это тестирование будет проходить. Но, тем не менее, можно работать с текущим интерфейсом. Просто часто уже хочется попробовать и новый, полазить туда-сюда, так что там сейчас прямо в одном аккаунте можно использовать два различных интерфейса. У них нет такие принципиальные отличия, которые заставляли бы нас прямо однозначно смотреть в сторону нового, например. Ну, во всяком случае, в старом интерфейсе очень много налаженных, отточенных функциональных возможностей. Но, тем не менее, скоро мы ждем обновления. В Google Ads эти обновления тоже происходят довольно постоянно, с определенной регулярностью. Это я бы назвал неудобством обоих систем, потому что к этим новым интерфейсам приходится регулярно адаптироваться. Это вот сейчас прямо особенно заметно на примере Яндекс.Директа. Чуть раньше, там некоторое время назад, у Google такая же была ситуация. С точки зрения освоения, опять же, функциональных возможностей, Google Ads, он имеет больше возможностей функциональных. Кстати, многие из этих функциональных возможностей у нас на территории Рунета не реализованы, что очень, конечно, грустно, печально, но это особенности нашего и законодательства, и, собственно, рынка, и многие другие причины этому есть. Тем не менее, Google Ads позволяет реализовать очень много-много таких вещей, которые Яндекс.Директ пока предлагает либо в ограниченных функциях, либо еще не предлагает. Поэтому, если, например, говорить про освоение, то, конечно, начать проще с Яндекс.Директа. С другой стороны, те, кто начинают с Google Ads, они сразу погружаются в наиболее функциональные возможности контекстной рекламы или, собственно, перформанс-реклама, да, и медийная реклама тоже, и ремаркетингная тоже. В общем, все функции S&M реализованы сейчас и в Яндекс.Директе. Кстати, это тоже произошло недавно. Ранее Яндекс.Директ был разделен на несколько отдельных сервисов. Это Яндекс.Дисплей, это Яндекс.Баннер и Яндекс.Директ. Теперь они собирают это все воедино на одну общую платформу, что тоже хорошо. Теперь современный рекламодатель может прямо из интерфейса Яндекс.Директа размещать в том числе вот эти самые рекламные блоки. Кто-то говорит, что только что разглядел. В левом нижнем углу окошка узенький зеленый прилив. Это он типа крестик. То есть вот этот вот некликабельный. Что еще хотелось бы отметить по деньгам, да, то есть конкуренция. Конкуренция у Директа, конечно, выше. То есть возможности сейчас, как я чуть раньше сказал, они и Google, и Яндекс.Директ предлагают реализацию всех трех функциональных возможностей. В интерфейсе это все есть. С точки зрения ставок, бюджета, с точки зрения вот прямо оценки вот именно денег, то есть тех необходимых ставок, которые надо назначать для того, чтобы получить какие-то позиции в результатах поиска, у Яндекса сейчас, конечно, конкуренция выше, потому что очень большое количество рекламодателей борются именно в Директе за потенциальных клиентов. Ставки могут достигать сейчас 5-6 тысяч, я видел ставки 18 тысяч за один клик, я имею в виду рублей. То есть понятно, что это цифры какие-то совершенно запредельные, они не укладываются в голову. Это тоже особенность политики, так было не всегда, это начало особенно активно происходить за последний год. И, как вы догадываетесь, это приводит к тому, что сейчас, вот объективно, не каждый рекламодатель может себе, а, позволить размещаться по всем запросам, которые он бы хотел, б, даже если это можно себе позволить, то это вытекает в очень-очень большие бюджеты. Естественно, что чем хороша контекстная реклама? Тем, что и люди, рекламодатели с маленькими ограниченными бюджетами тоже могут найти свою нишу, просто они будут показываться на более низких позициях, на более меньшей аудитории и получат меньше кликов, но при этом за разумные те деньги, которые, собственно говоря, они готовы заплатить. Чем хороша контекстная реклама и чем она принципиально отличается от SEO? То есть если в SEO мы с вами ведем мероприятия, направленные на получение высоких позиций в органик выдачи и тратим какие-то средства на всем процессе продвижения нашего ресурса, то мы в итоге не можем оценить часто очень, какова же цена итогового клика, которую мы получаем с помощью SEO, потому что часто очень она зависит от массы факторов, и мы не всегда можем напрямую определить, сколько денег у нас принесло вот этот клик, то в контекстной рекламе мы всегда можем очень четко и конкретно сказать, какой именно запрос, какое объявление, на каком месте было показано, какая цена клика у нас получилась. И в конце концов, если мы используем какие-то системы аналитики, то у нас всегда и обязательно есть ответ на вопрос, по какой цене мы получили посетителя, или даже клиента, или даже конверсию. Это вот как раз принципиальное отличие между этими двумя видами продвижения. Плюс в SEO, как вы опять же знаете, чаще всего нам приходится тратить довольно большое время на достижение каких-то позиций, это может быть 4-6 месяцев. И наш какой-то результат первичный мы можем получить только спустя какое-то время. А в SEO мы можем уже через 2-3 часа, с момента, собственно, старта нашей активности, получать трафик. То есть настроить рекламную кампанию, заплатить денег, то есть положить деньги на счеты, запустить показы, можно за 2-3 часа реально вполне. Конечно, чаще всего, если вести масштабную какую-то кампанию, придется потратить больше времени, значительно больше времени. Но, тем не менее, это разумные какие-то сроки, сутки, двое, трое. И у нас уже есть клиентура, в отличие от того же SEO, когда ближайшие клиенты нам сведят нескоро. Кстати, по этому показателю, о котором я только что говорил, SEM очень коррелирует с SMM с точки зрения именно рекламы. Обратите внимание на то, что все функции размещения рекламы на контекстном принципе, они существуют и в социальных сетях. Каждая крупная социальная сеть имеет свои рекламные кабинеты. То есть, например, Facebook, ВКонтакте и так далее. Позволяет на тех же принципах, на которых работает контекстная реклама в поиске, размещать рекламные объявления, но с определенными, естественно, отличиями, потому что в социальных сетях там есть особенности, связанные с таргетингом, которые там, кстати, более точные и так далее. Но я хотел сказать, что человек, который освоил SEM, он может довольно легко и комфортно освоить рекламу в социальных сетях, естественно, после получения дополнительных каких-то знаний. Но, тем не менее, эти вещи очень близки. Еще раз, я не хотел сказать, что SEM и SMM одно и то же. СММ это вообще никакого отношения не имеющее к SEM. Я сейчас говорил о том, что в социальных сетях один из разделов фактически SEM, это у нас размещение рекламных объявлений. И вот рекламные кабинеты по размещению рекламных объявлений работают по тем же принципам, по которым работает SEM рекламные объявления в поиске. То есть вот эти две вещи между собой бьются. Сам же SEM вообще, конечно, отдельная история. Это формирование аудиторий в социальных сетях на основе каких-то интересов в группы. Затем конверсия этих групп через привлечение их в какие-то активности. Это уже совершенно отдельный вид деятельности. И он как раз рассматривается в рамках SMM. Ключевыми показателями эффективности в SEM являются такие показатели, как CTR и CPC. CTR это клик-тру-рейт, коэффициент кликабельности. Это коэффициент, который показывает, насколько популярным ваше объявление является в глазах пользователей. То есть как часто они кликают по нему. И CPC это цена клика. То есть по чем вы получаете каждого посетителя. И каждый из этих показателей можно очень и очень достоверно определить. Отчетность в контекстной рекламе прекрасно организована и в Google, и в Яндекс. Мы можем анализировать по любым показателям в разрезе любого поискового запроса, любого контекстного запроса, в разрезе любой группы объявлений, в разрезе любой компании, аккаунта. Все доступно. И самое еще интересное, что мне кажется здесь очень важно сказать, что система контекстной рекламы современной, будь то Google Ads, или будь то Яндекс.Директ, они абсолютно не сейчас, ну их нельзя рассматривать в отрыве от такого понятия, как аналитика, конечно. Потому что без аналитики мы не можем эффективно таргетировать объявления на аудиторию этих поисковых систем по одной простой причине. Сами системы контекстной рекламы знают все о том, что происходит у них в поиске, то есть в результатах поиска Яндекс.Директ прекрасно знает, по каким объявлениям, как, кто крикает и так далее. Но они ничего не знают о том, что происходит с человеком после того, как он кликнул по какому-то объявлению. То есть после того, как пользователь перешел по кликнутому объявлению к вам на сайт, для того, чтобы оценить, что он делал у вас на сайте, то есть какие он заказы оформил, какие страницы просмотрел, сколько вообще он времени провел на сайте. Это информация от систем Директ или Google Ads скрыта. Поэтому Яндекс разработал, как вы знаете, свою систему Яндекс.Метрика. Многие считают это самостоятельной системой. И, в общем-то, сейчас оно так и есть, оно самостоятельно, но на самом деле создавалась она именно для тех рекламодателей, которые размещаются в Директе. То же самое у Google. У Google есть система, которая называется Google Analytics. И разработана она была также для рекламодателей, которые размещаются через Google Ads, в первую очередь поиски Google, а также на других площадках Google. Таким образом, если говорить о профессии, о профессии SEM-специалиста, то получается, что современный эксперт в области SEM должен владеть как Google Ads, так и Яндекс.Директ. Напоминаю, потому что 50 на 50% доли рынка делятся между этими поисковыми игроками. Плюс он должен уметь работать с Google Analytics и Яндекс.Метрикой как инструментами, которые позволяют оценивать эффективность приводимого трафика и ретаргетировать. Например, вот ремаркетинг весь. Третья функция маркетинга SEM, она ориентирована, точнее, она базируется исключительно на данных, которые поставляют Яндекс.Метрика и Google Analytics соответственно. То есть, эта функция вообще невозможна без этих инструментов. Медийный и, соответственно, перформанс блоки, для них аналитика позволяет таргетировать вашу рекламу не просто на людей, которые с наибольшей вероятностью кликнут по вашему объявлению, но не факт, что что-то у вас приобретут, а именно ориентироваться на ту аудиторию, которая с наибольшей вероятностью совершит у вас транзакцию. Что-то купит, закажет, подпишется и так далее. Вот общий такой беглый обзор этого блока, который бы мне хотелось сдать на этой нашей встрече. И я готов с удовольствием ответить на вопросы, которые есть. Да, обновление страницы, Ctrl F5, мы уже нажимали. О, повезло. Нет, не повезло. Яндекс.О, зато теперь чаты у нас появились. Опс, спасибо. Соответственно, Unity, профессиональные поиски, подбор персонала. Вот тот самый пример, который я хотел продемонстрировать, когда речь шла о баннере. Итак, вопросы. Рекламодателю, которому надо эффективно размещаться в этих системах, нужно знать массу особенностей, массу подводных камней, о которых, конечно же, не рассказывается в Хелпе. И поэтому эти вещи можно получить либо с опытом, но, к сожалению, этот опыт довольно, скажем, своеобразный, а именно надо слить много-много денег для того, чтобы этот опыт наработать. Поэтому лучше, конечно, вместо того, чтобы терять эти деньги, нарабатывая этот опыт, наступая на все грабли, какие только возможны, лучше эту информацию получить от экспертов. Это, я думаю, единственный, наверное, путь прямой, который позволит сэкономить деньги на собственных бюджетах и получить максимальную отдачу от вложения средств в рекламу. Если вопрос касался каких-то книжек, то я могу точно сказать, что никакой актуальной литературы по данному вопросу нет. Причину я уже озвучивал вначале, хотя бы даже просто потому, что очень активно меняются интерфейсы, очень активно меняется структура этих рекламных сервисов. На примере Яндекса я говорил, что уже два действующих интерфейса, и интеграция внешних сервисов, таких как Яндекс.Боян, Яндекс.Директ и так далее, делает написание каких-либо книжек по этой теме просто неактуальным, потому что к моменту выпуска любой книжки по этой теме она будет полностью устаревшей. Такие книги были, они выпускались много раз, но в настоящий момент актуальный какой-то, действующий. Рекомендовать не смогу. Рады будем встрече с вами на других наших семинарах. Я думаю, это далеко не последний. В интернет-маркетинге у нас еще много различных направлений. Другие наши преподаватели, которые ведут соответствующие темы, проводят такие же семинары. Поэтому следите за нашими расписаниями, приходите, подписывайтесь. Ждем вас на других занятиях, на других семинарах и ждем вас на наших курсах. Кстати, чем хороши курсы по контекстной рекламе, они у нас не требуют какой-то особой подготовки. Имеется в виду не обязательно проходить какие-то подготовительные курсы. В общем-то, человек с базовыми навыками работы с интернетом и с компьютером вполне может начать заниматься контекстной рекламой. Естественно, при необходимых хотя бы базовых знаниях интернета и браузера и компьютера. Так что в этом смысле здесь почти нет никаких ограничений для старта, что очень хорошо, в отличие, например, от того же SEO, где требуется определенная базовая подготовка, или, например, для некоторых других видов интернет-маркетинга, которые изучаются у нас. Поэтому ждем вас на наших курсах по Яндекс.Директу, Google Ads. Естественно, что, как я уже говорил чуть раньше, крайне рекомендую всем, кто собрался стать экспертом, специалистом или просто вести свои даже собственные рекламные кампании в Google Ads или Яндекс.Директ, обязательно освоить аналитику, обязательно познакомиться с этой темой, потому что, как я уже сказал, эффективное размещение в Директе и в Google Ads без аналитики сейчас почти невозможно, если только это не какая-то очень узкая ниша, отсутствие конкурентов и так далее, то, скорее всего, именно достичь нужных целей можно будет только при использовании связки Яндекс.Директ, Яндекс.Метрика, Google Ads, Google Analytics. Яндекс.Метрика, Google Ads.